здравствуйте друзья меня зовут иван на этом канале я рассказываю о секретах работы в outlook о разных компьютерных хитростях делаю разнообразные технологические обзоры добро пожаловать сегодня я расскажу вам все про авто ответы в outlook как их правильно настроить какие здесь есть скрытые возможности и секреты заставочку и так авто ответы для чего же они чаще всего бывают нужны чаще всего они нужны тогда когда мы уезжаем в отпуск и хотим оповещать своих адресатов о том что нас нет что у нас ограниченный доступ к электронной почте и мы вернемся тогда ты и точно ответим на их письмо давайте посмотрим как это настраивается для этого переходим меню файл и здесь вот есть специальная кнопка авто ответы авто ответы скобках нет на работе раньше эти авто ответы так и назывались out of office assistant или ваш авто секретарь при отсутствии здесь написано используйте авто ответы для уведомлений других пользователей о том что вы отсутствуете на рабочем месте находится в отпуске или не иметь возможности отвечать на сообщение электронной почты да именно так мы хотим сделать это основной сценарий нажимаем кнопку авто ответы здесь у нас есть форма в которой пока все серы ничего нельзя заполнить потому что мы не включили их то есть если мы выберем здесь вот кнопочку отправлять авто ответы то все становится доступно можно заполнить здесь какой-то текст обратите внимание что отправлять авто ответы можно как безусловно то есть на все письма в любое время в любой период так и установить период то есть на и период например вашего отпуска когда вы собираетесь с отпуском в 7 августа по 14 августа И, соответственно, время, когда система начнет отвечать от вашего имени, что вас нет на работе и что вместо этого отправляется автоответ. Многие пишут здесь так. Например, «Здравствуйте, я нахожусь в отпуске до 14 августа без доступа к электронной почте». Вот такую краткую фразу. Там «С уважением, Иван». В принципе, фраза неплохая. Попозже чуть-чуть разберем, чего здесь можно дополнить или убрать. Вы видите, что здесь, в этом автоответе, есть возможность форматировать текст, то есть менять, например, размер шрифта, менять его цвет. Можно делать списки нумерованные, какие-то отступы и так далее. Как видно, здесь нельзя сделать гиперссылку как таковую, но можно написать, например, «Мой заместитель Купкин» и его здесь электронный адрес писать. Потом посмотрим, какой у него электронный адрес. Этим можно пользоваться, ну, в случае, если нужно выделить какую-то важную часть вашего автоответа. Я рекомендую здесь использовать стандартный десятый шрифт и цвет обычный. Оставить обычный цвет. Здесь есть еще закладочка, вот видите, «За пределами организации». Что это значит? Что вот в пределах организации и за пределами организации можно установить разный автоответ. Вот мы скопируем сейчас этот текст и сюда его вставим. «Автоответ отправителям за пределами организации». Можно его вообще не включать, да, а можно включить. Здесь можно выбрать, кому отправлять. Только тем контактам, моим контактам, которые есть у вас в папке «Контакты» или любым отправителям, включая всяких спамеров и так далее, которые хотят вам что-то написать. В любом случае, здесь можно убрать информацию о том, что кто-то мой заместитель. И какие-то контактные данные, если я приложил, тоже можно убрать. Зачем это всем снаружи видеть? И можно только сообщать о том, что, собственно, меня нет на работе. Хотя это тоже конфиденциальная информация о том, что вас нет. Подумайте, стоит ли отправлять вообще наружу сообщение. Я вот не хочу отправлять, выключу. Что здесь интересного еще есть? Есть такая кнопочка «Правила». Эти правила нужны для сортировки почты, когда у вас нет. Когда у вас нет на месте, на работе можно включить правила, которые будут работать, например, пересылая вашу почту вашему руководителю или заместителю. Тут как вы решите. То есть вот можно нажать кнопочку «Добавить» и установить, что, например, все письма от кого-то конкретного, например, от Алистарха Дмитриева, будут пересылаться кому-то. Если мы здесь ничего не выберем, то правило будет действовать на все входящие письма, пока вас не будет. Например, самый такой работающий сценарий – это пересылать все письма кому-то. То есть, например, можно пересылать письма Пупкину, моему заместителю, чтобы все письма Пупкину уходили. Скопируем адрес, он нам потребуется. Если вы нажмете здесь кнопочку «Дополнительно», то можно установить здесь параметры отбора этих писем, которые нужно пересылать. Только с вложениями или только с важностью «Высокая» и так далее. Мало кто этим пользуется, но попробуйте, вероятно, в вашем случае это очень даже пригодится. Тут есть еще какие-то другие правила, которые почему-то здесь пустые, не знаю почему. То есть, вот можно установить правила сортировки почты, пока вас нет. Они будут работать только тогда, когда автоответы включены. Если их выключить, то правила работать не будут. Итак, вот мы настроили автоответы. Я хочу убрать период автоответов, чтобы показать вам, как это работает. Вот я вручную управляю, я уехал, включил, приеду, выключу. Нажал «Окей». Вот видите, эта кнопочка стала желтой. И здесь есть пункт «Выполняется отправка автоответов». Так можно проверить, что автоответы отправляются. Также, если вы вернетесь в Волклуб, то здесь будет такой желтый баннер, что у вас отправляются автоответы. Если вы попробуете из другого ящика написать на этот ящик, давайте попробуем, проверка, тест, отправляем, что мы получим в ответ. Вот пришел наш тест, а в этот ящик мы должны получить ответ о том, что там человека нет на месте, что он отправляет автоответы. Итак, вот мы видим, что автоответ у нас пришел. Вот он как выглядит, видите? И здесь важно что? Что этот автоответ придет только один раз в сутки. То есть, если мы будем снова писать снова и снова сегодня по этому адресу, то уже автоответы обратно приходить не будут. Это сделано для экономии вашего времени и опции почтового ящика, чтобы вас не бомбили обратно. Но мы уже поняли с первого раза, что человека нет. На что я хочу обратить внимание? Видите, здесь письмо вот это, оно содержит такой текст, в принципе, довольно-таки информативный, но не полностью. И второе, в общем-то, не очень-то нужно приветствие. В данном случае это не несет смысловой нагрузки. Как бы я сделал или посоветовал бы вам сделать в смысле автоответов? Вот перейдем опять сюда, у нас автоответы включены. Я бы убрал вот это вот «Здравствуйте». Я бы написал здесь, что нахожусь в отпуске. Понятно, что я, кто же еще? «Нахожусь в отпуске до 14 августа без доступа к электронной почте». Мой заместитель на время отсутствия Пупкин. Вот его адрес. Ну и написал бы, что да, подпись эта нужна. С уважением, Иван. И свой мобильный телефон для контакта. Каждый может сообразить, что можно позвонить по мобильнику или написать сообщение в какой-то мессенджер, в WhatsApp, в Telegram, куда угодно для того, чтобы связаться со мной. Вот эти вот пары строчек – максимально информативная информация. Почему еще? Потому что вы могли заметить, что когда вы начинаете писать письмо адресату, которого нет, Outlook сейчас подсвечивает. Вот я не могу вам показать, но внутри организации на одном сервере Exchange будет подсвечен адрес вашего получателя, что у него включен автоответ. И первая строчка, первые несколько символов будут видны в этой мелкой области адреса. Если вот здесь будут какие-то лишние слова «Здравствуйте», «Добрый день», «Спасибо за ваше письмо», то вы не увидите вот этой важной информации, что человек в отпуске до определенной даты. А если вы напишите вот так, то будет нормально. Как бы сразу будет видна самая ключевая информация, которую человек хотел сообщить. Когда мы пытаемся сохранить наше сообщение для внутренних адресатов, он вас спрашивает, вы изменили текст сообщения для внутренних, не хотите ли вы изменить его для внешних? Да, мы хотим. И, соответственно, тогда я беру вот это вот все, копирую, вставляю сюда. Только кроме того, что убираю отсюда свой сотовый и убираю информацию о том, что у меня есть какой-то заместитель. Вероятно, не очень это нужно внешним адресатам. Таким образом можно оформить автоответы. Я хотел добавить только еще одну вещь. Здесь можно вставлять какие-то ссылки на какие-то адреса. Они будут рабочими, если письмо придет от вашего имени в ответ. Итак, вот мы включили автоответ о том, что нас нет на работе. Какие еще есть секреты, какая опция есть, для чего это может быть нужно? Не только тогда, когда вы ушли в отпуск, а еще можно здесь сказать, что данный ящик больше не работает. Например, данный сотрудник больше не работает в организации, и этот почтовый ящик больше не активен. Можно написать здесь, данный почтовый ящик более не активен, чтобы люди сюда не писали. Ну, чтобы они знали, что этот адрес не активен, и удалили его из своих контактов или из адресной книги. Если это сервисный почтовый ящик, обслуживающий какие-либо запросы, можно здесь написать развернутое письмо о том, что по данному адресу сервис более не предоставляется. То есть сообщить о том, что этот адрес не обслуживается, и нужно убрать его из своих контактов. Можно здесь приложить более расширенную информацию, куда в данном случае писаться, обращайтесь по адресу такому-то. И так далее. То есть не обязательно автоответ используется только в случае отпуска или отсутствия на рабочем месте. Почтовому ящику можно назначить автоответ, который будет информировать о каких-то его изменениях. Попробуйте настроить грамотно свой автоответ, без лишней информации. Помните о том, что приветствия там не очень-то нужны, потому что они нагружают ненужной информацией. И вот здесь, как я говорил, если на ящике каком-то включен автоответ, внутри организации появляется короткое сообщение о том, что человека нет, и первые несколько символов, несколько десятков символов его автоответа. Чем он более информативным, кратким будет, тем лучше он будет здесь виден. Да, что еще я вам хотел сказать про автоответы. Если вы уже приехали домой и поняли, что автоответ вы не настроили в вашем Outlook, наверняка в вашей организации есть возможность достучаться до вашего почтового ящика через OVA, через Outlook Web Access, через браузер. И в этом случае там тоже есть возможность настроить автоответ. Вот я вам здесь сейчас картинку покажу, как это выглядит, потому что у меня с этого компьютера нет доступа к почте организации. То есть здесь вот в OVA, да, в Web интерфейсе Outlook, есть шестереночка, это настройки, куда можно нажать, перейти в автоматические автоответы, и точно так же настроить автоответ с теми же самыми опциями, которые здесь есть в обычном Outlook. То есть будучи дома, вы можете зайти и удаленно настроить это, либо если вы даже уже куда-то уехали. Вот теперь точно все. Ну что же, такое вот интересное видео получилось про автоответы. Может быть вы знали об этих возможностях, может быть нет. В любом случае попробуйте, как это у вас получится, будет ли это вам полезно. Посмотрите следующее видео на этом канале, посоветуйте своим друзьям, подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Пока-пока!